Дорогие подписчики, приглашаю вас на мои другие каналы, видео о новостях зарубежного автопрома и мира наручных часов, бодибилдинге и здоровом образе жизни. Ссылка в описании и в первом закрепленном комментарии. Ни для кого не секрет, что большинство самых дорогих университетов в мире расположено в США. Люди платят сотни тысяч долларов, чтобы получить высшее образование. Однако есть и те, кто платит такие же космические суммы для получения среднего образования. Дело в том, что частные школы обещают своим ученикам преимущество при поступлении в престижные университеты. И в большинстве случаев все так и происходит. Так чему обучают в школах, где необходимо платить по 50, 60 или даже по 80 тысяч долларов в год? Насколько сильно в них отличается подход к образованию от государственных школ? Сегодня мы поговорим о самых дорогих школах в Америке и узнаем, что именно получают ученики в обмен на огромные суммы денег. Номер 5. Оксфордская академия. Если частную школу назвали академией, то можно не сомневаться, что предназначена она для тех, чьи родители имеют счета в швейцарских банках. И Оксфордская академия не исключение из этого правила. Стоимость года обучения здесь составляет 67 тысяч долларов. А поскольку школа расположена в городе Уэстбрук, штат Коннектикут, вам наверняка придется потратить еще 20-30 долларов на куртку ребенку для холодных местных зим. А быть может и все 200, ведь Уэстбрук считается одним из самых богатых городов в штатах. Оксфордская академия изначально задумывалась как школа для мальчиков, а ее основателем был психолог, который искал альтернативные методы обучения для тех, у кого были проблемы с успеваемостью в обычных школах. И Оксфордская академия по-прежнему придерживается данного метода, а для каждого ученика разрабатывается индивидуальная программа обучения. В течение года здесь обучается всего 48 студентов, а все уроки проводятся один на один с преподавателями. Учебный день в Оксфордской академии включает в себя уроки по всем мыслимым предметам. От уроков музыки с выпускниками консерватории Беркли и истории Европы до уроков программирования. А сам процесс обучения не заканчивается даже после уроков. Здесь для студентов действует строгое расписание, в том числе и во второй половине дня. А выглядит оно так. С 15.30 до 16.30 ученики занимаются спортом на свой вкус. И в эту категорию входит плавание под парусом в океане, страйкбол и более привычные виды спорта. С полпятого до 17.35 ученики могут либо продолжить занятия спортом, либо вернуться в общежитие, принять душ и отдохнуть. С 17.35 до 6 часов проходит самый интересный отрезок дня – чтение газет. По давно сложившейся традиции ученики изучают свежую прессу перед ужином, который начинается в 18.00. Об ужине стоит поговорить подробнее. На территории кампуса работает шеф-повар, который готовит еду исключительно из местных продуктов. Поэтому никакой замороженной пиццы и сырных палочек в меню нет. С 18.30 до 19.30 у учеников свободное время. Они могут выйти из кампуса ради прогулки по городу, поиграть во что-нибудь в развлекательном зале или просто отдохнуть в своей комнате. Остаток вечера студенты проводят в учебном зале, где выполняют домашнее задание и повторяют материал. В 10.30 все ложатся спать. Номер 4. Школа Вудхолл. 74 500 долларов в год. Следующая закрытая школа находится неподалеку от предыдущей. В городе Бетлехем, штат Коннектикут, расположена школа Вудхолл для мальчиков. Год обучения в которой обойдется вам в 74 500 долларов. Основной принцип школы – видеть в каждом ученике личность, а не набор стереотипов. Здесь обучается всего лишь 42 человека, а каждый класс состоит из двух-пяти учеников. А это означает, что каждый из них получает индивидуальный подход. В список изучаемых предметов входит астрономия, основы инвестиций, филантропия, музыка и курсы по социальным сетям. Только представьте, насколько богатым нужно быть, чтобы изучать филантропию. Площадь кампуса составляет 100 000 квадратных метров, а на его территории находятся леса, пруды и общежития. Там же расположены площадки для игры в волейбол, кинотеатры, пристань с лодками для рыбалки, а также альпинистские стенки. Все для того, чтобы ученики не скучали. А у вас в школе была альпинистская стенка. Школьную еду готовит профессиональный шеф-повар, который использует только местные продукты. А проведение ужинов – это целая традиция. Четыре дня в неделю ученики обязаны приходить на ужин в форме, с пиджаками и галстуками. По выходным студенты школы Вудхол могут хорошо отдохнуть. Им разрешают ездить в ближайший город, где можно сходить в кино, погулять по торговым центрам или пообедать в местном ресторане. Номер три. Школа Куат-Приператори. Если вся эта новоанглийская эстетика вам не по душе, то обратите внимание на школу Куат-Приператори. Совершенно иной атмосферой. Расположенная прямо в центре Манхэттена по соседству с Уолл-Стрит школа встретит вас истинно манхэттенским ценником – 74 850 долларов за год обучения. Данная школа выделяется в нашем списке еще по одной причине. Здесь обучаются не только старшеклассники. На территории кампуса находятся несколько зданий для обучения начальных, средних и старших классов. Особое внимание в школе уделяется студентам с выдающимися способностями. Особенно это касается детей, которым сложно идти на контакт со сверстниками, но которые проявляют уникальные таланты в той или иной сфере. Более того, учеников активно готовят к поступлению в престижные университеты. Раз в неделю ученики посещают школьного психолога, а раз в две недели – академического советника. Для каждого студента разрабатывается индивидуальный план обучения с конкретными целями и направлениями в соответствии с особенностями ученика. А обновляется этот план довольно часто. Надо сказать, что такой сильно отличается от того, что можно увидеть в государственных школах. На территории кампуса также есть зона дзена, где ученики могут отдохнуть и расслабиться, и несколько комнат для развлечений и групповых игр. А после уроков ученики могут проводить время в одном из десятков кружков, куда входят кружок аниме, кружок по настольной игре «Подземелья и драконы», кружок по карточной игре «Магия сбора» и кружок по дебатам в стиле ООН. Номер 2. Школа Форман. 78 600 долларов в год. Мы вновь возвращаемся в штат Коннектикут, в школу Форман, стоимость года обучения в которой составляет 78 600 долларов. Расположенная в городе Личфилд школа предназначена для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, которым здесь применяется особый подход. Основная цель школы – дать ученикам все необходимое для того, чтобы они преуспели в университете, чего тяжело достичь в обычных школах. Одновременно в школе обучается 230 учеников, а среднее соотношение учеников и факультетов составляет 3,5 к 1, благодаря чему каждый студент получает индивидуальный подход, а дети, посещающие школу, могут выбирать из огромного списка предметов и занятий то, что им нравится. Площадь кампуса составляет около 500 тысяч квадратных метров, а на его территории расположены лаборатория робототехники, исследовательская лаборатория, теннисный корт и площадки для занятий спортом. В лесу находятся хижины, внутри которых установлено оборудование для исследования окружающей среды, а также проводятся уроки по этой теме. Однако зимой в эти хижины, как правило, заходят просто для того, чтобы согреться после катания на коньках. Студенты должны либо заниматься в одной из спортивных секций на их вкус, либо работать в ресторане на территории кампуса по 6 дней в неделю. Там они смогут получить кулинарные навыки, которых, кстати, сильно не хватало моим соседям по общежитию в годы моего обучения. И хотя общее расписание для учеников довольно строгое, у них всегда есть выбор, и они могут заниматься тем, к чему лежит душа, от робототехники до воспитания детей. В школе проводятся курсы по многим предметам, которые сильно помогают при поступлении в университет. В марте в школе Форман в течение двух недель проводятся обучающие курсы по заранее выбранным направлениям. К примеру, в прошлом году здесь проходили краткие курсы генеалогии, режиссерского дела, истории рок-н-ролла и даже курс, в ходе которого студенты создавали свою версию сноуборда или лыж с нуля. А для тех студентов, кто готов тратить более крупные суммы на обучение, предусмотрены экскурсии на Галапагосские острова с практическими уроками по работам Дарвина, поездки в штат Теннесси для рыбалки, а также экскурсии в Новый Орлеан с уроками по особенности приготовления южных блюд. Номер один. Академия Шортридж. Самая дорогая школа в стране – это Академия Шортридж, расположенная в городе Милтон, штат Нью-Хемпшир. Для того, чтобы записаться в престижную школу, площадь кампуса которой составляет полторы тысячи квадратных метров, вам придется каждый год выкладывать по 85 тысяч долларов. А за все время обучения вы потратите солидную сумму в размере 340 тысяч баксов. Академия Шортридж знаменита своим терапевтическим подходом к обучению. Многое внимание здесь уделяется поддержанию душевного здоровья учеников. И это проявляется как на уроках, так и в политике кампуса. Одновременно в Академии обучаются всего 50 студентов, поэтому каждому уделяется должное внимание. У каждого ученика есть свой личный психолог и академический советник, который работает над индивидуальным планом обучения. Три раза в неделю ученики посещают обязательные уроки физкультуры, потому что администрация школы уверена, что они необходимы для развития. Однако ученики могут выбирать виды физкультуры – от джиу-джитсу и занятий в тренажерном зале до походов по горам или сам. Помимо обязательной физкультуры студенты также раз в неделю участвуют в различных мероприятиях за пределами кампуса. К ним относятся боулинг, лазертак, наблюдение за китами, сбор яблок, ужины в театрах, круизы по озерам и поездки в заповеднике. Интересные мероприятия проводятся и на территории кампуса, а в их число входят разжигание костров, вечеринки, викторины, вечера поэзии и презентации, посвященные диким животным. Вам может показаться, что это и не школа, а какой-то летний лагерь. Однако в академии преподаются продвинутые курсы, а также факультативы, где углубленно изучают различные предметы. К примеру, ученики изучают музыку в профессиональной студии звукозаписи, которая всегда открыта для желающих. В обучающем процессе используются и гаджеты, но под определенным контролем со стороны администрации. При поступлении студентам выдают ноутбук MacBook Pro и iPhone, однако доступ в интернет ограничен, а история просмотров всегда на виду у учителей. Не знаю, как вам, но мне бы такое нарушение конфиденциальности не понравилось. Хотели бы вы в свое время поучиться в одной из таких школ? Оставляйте комментарии внизу и спасибо за просмотр.